Проснулся утром, привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Эти слова Сент-Экзиапюри невольно вспоминаются, когда снег сходит, обнажая залежи разнообразнейшего мусора, которым щедро укрыты как улицы, так и парки и окраины наших сел. 5 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны. В связи с этим администрации Кашхабского сельского поселения изготовлены баннеры на эту тематику и развешены по райцентру. Также в рамках этого мероприятия в поселении 9 февраля прошло первый в этом году чистый четверг. В рамках Года экологии в России объявлен, который 2007 год, Кашхабским сельским поселением сегодня проводится мероприятие чистый четверг по расчистке парка отдыха в ауле Кашхабль. В зимний период за январь месяц, когда были обильные осадки в виде снега, в парке накопилось немного мусора. В связи с чем было принято решение расчистить территорию парка, вот сегодня 9 февраля работниками администрации расчищается территория парка. На всех проводимых в администрации районно-планерных совещаниях глава района в первую очередь акцентирует внимание глав поселений на содержании своих подведомственных территорий на надлежащем санитарном состоянии. Навести в порядок в районе – основная задача всех служб на ближайшее время. Такую цель поставил глава администрации Заур Хамирзов. Свой первый чистый четверг сотрудники Кашхабльского сельского поселения начали с парковой зоны. Несмотря на холодную и ветреную в этот день погоду, за пару часов они смогли собрать весь накопившийся мусор. Помимо растительного мусора, работниками поселения были вывезены и бытовые отходы. Некоторые люди умудряются вынести свой мусорный мешок из дома и оставить его прямо в центре аула. Понятно, что уважающий себя человек не способен на такой, как бы это грубо не звучало, отвратительный шаг. Вопрос – кто и зачем? В дальнейшем эти мероприятия будут проводиться еженедельно, если будут позволять, конечно, погодные условия. А так, в течение года будут проводиться мероприятия ежеквартальные, массовые, с привлечением предприятий, организаций, находящихся на территории Кашхабльского сельского поселения. Будут проводиться расчистки вдоль дорог местного значения. По дорогам регионального значения совместно с Кашхабльским ДРСУ будут осуществляться мероприятия. А также, пользуясь моментом, хочу обратиться к гражданам. Неблагоприятная ситуация сложилась на берегу реки Лаба, куда некоторыми несознательными гражданами ввозится бытовой мусор. Эта ситуация нетерпима, этого не должно быть. Мы будем держать эту ситуацию под контролем. Будем привлекать к административной ответственности лиц, которые туда будут ввозить бытовой мусор. Будем проводить рейдовые мероприятия. В связи с чем, обращаясь к гражданам, более сознательно относиться к тому населенному пункту, где проживаешь. Это наше место жительства, и мы не должны засорять его бытовым мусором. Что касается местной свалки, мы в своих сюжетах неоднократно показывали и рассказывали, как и сколько раз чистились подъезды к территории. Но, как говорится, повторяется та же самая история. Не доезжая до свалки, люди выбрасывают свой мусор, тем самым затрудняют проезд на территории свалки. На данный момент производится расчистка полигона для временного хранения твердых коммунальных отходов. Просьба, кто вывозит на личном транспорте, вывозить на полигон. Сейчас есть там места для разворота, для выгрузки мусора, поэтому ввозить всем на полигон. Кроме санитарного состояния, большой проблемой для поселения являются бродячие собаки. Кроме этого, пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам, которые имеют домашних животных. Не выпускать собак самовольно, чтобы они разгуливали по населенному пункту, без сопровождения, без поводка, без намордника. В ближайшее время будем проводить мероприятия по отлову и вывез в питомник бродячих животных. В связи с чем, всем жителям прошу держать домашних животных у себя дома. Все животные, которые будут находиться безнадзорно на территории аула, будут отловлены и вывезены в питомник. Продолжение следует...